Уважаемые северо-енесейцы, предлагаем вашему вниманию информацию об участии структурных подразделений централизованной клубной системы в дистанционных конкурсах и фестивалях в 2020 году. В 2020 году вокальная группа «Смородина» районного дома культуры «Металлург» приняла участие в международном проекте музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь». Конкурса «Вдохновение» по результатам участия коллектив награжден дипломом лауреата первой степени. А танцевальная группа «Малинки» сельского дома культуры поселка Вангаш в этом же конкурсе получила диплом лауреата второй степени. А танцевальный коллектив «Звездочки» сельского дома культуры поселка Брянка стал лауреатом первой степени в номинации «Танцевальное творчество». Театр «Кукол за зеркалье» районного дома культуры «Металлург» принял участие в нескольких конкурсах. Так, во Всероссийском творческом конкурсе «Снежная сказка-2020» награжден дипломом победителя во Всероссийском многожанровом конкурсе «Осенние встречи онлайн» в городе Санкт-Петербург, который проводил фонд «Алые паруса». По результатам участия театр награжден дипломом лауреата первой степени. А в Краевом фестивале детских спектаклей «Колобок плюс» коллектив театра награжден дипломом лауреата первой степени. Хореографический коллектив «Микс» районного дома культуры «Металлург» принял участие во Всероссийском конкурсе «Как прекрасен этот мир-2020». Итогом стал диплом победителя. В этом же конкурсе театральная студия «Караван» и ансамбль «Лошкарей» для старшей возрастной категории «Брянковские самородки» сельского дома культуры поселка Брянка получили диплом победителя. В третьем международном конкурсе фестиваля сценического и художественного искусства «Осенний континент», исполняющий обязанности заведующего сельского дома культуры поселка Новая Калами Диана Челамбитко, стала лауреатом первой степени в номинации декоративно-прикладного искусства с конкурсной работой «Кукла из Капрона. Делу время, потехе час». Поздравляем коллективы централизованной клубной системы с победами. До скорой встречи!